Приветствую вас, друзья мои телезрители, приветствую вас, друзья мои радиослушатели. С вами Бородач. Вы опять на канале Быстро и Вкусно, где я рассказываю и показываю простые рецепты вкусных блюд. И сегодня на моем столе довольно-таки большое количество разных компонентов, потому что я готовлю довольно-таки сложные. Не будем говорить, что сложные. Приготовление легкое. Просто резать придется долго и муторно. Довольно-таки простое на самом деле блюдо. Это куриные сердечки, тушеные с овощами. Вот, собственно, у нас куриные сердечки, замороженные. Здесь килограмм, нам понадобится полкило. То есть половинку я отсюда отрежу, отправлю в заморозку. Остальную половинку разморожу в микроволновке. Ну и овощи с овощами. Главное, чтобы ничего не забыть. Сейчас буду показывать все по порядку. Морковочка. Две штуки средних морковочки. Маленький кабачочек. Маленький баклажанчик. Не смотрите, что он большой. Отсюда я возьму половинку. Просто меньше у меня не было. Дальше. Две помидорки. Тоже две маленьких помидорки. Два лука средних размеров. Два зубчика чеснока. Четыре картошки. Зеленушка. Укроп. И петрушка. Ну и какие-нибудь специи, какие у вас есть. Вот, я думаю, что мне подойдут в данном случае вот такие вот специи для жаркова. А вы уже сами кладите те, которые вы считаете нужными. Ну что же, поехали. Спасибо курочкам за их сердца. Вот полкило сердеца. И я отправляю их в разморозку. Опа. Полкило, ну 600 грамм поставим. И поехали размораживаться. А пока сердца размораживаются, приступим к ромсанию овощей. Итак, первым в бой из нашей овощной эскадрильи пойдут лучок и чесночок. Их будем жарить прям непосредственно вместе с мясом. Чесночок вот так вот шлепаем, шмякаем. Так. Так. И так. И чуть-чуть его покромсаем. Достаточно. Без чесночка никуда. Чесночок я кладу везде. Хоть мои дети его не очень любят, но в данном блюде он совсем не чувствуется. А пользу свою приносит. Лучок вот так вот кольцами порежем. Очень мелко он там не нужен. Как-то вот так вот. Он все равно развалится. Превратится в такую луковую кашицу. Опа. Ну и второй лучок. Ну и друзья, товарищи, продолжаем дальше нести позитив. И параллельно может быть что-нибудь у нас получится приготовить. Наливаем так, не жалея маслица в сковородку. Ставим ее на средней силы огонь. Добавляем сюда сердца, которые никого уже не сумеют полюбить. Но нам они пригодятся. Добавляем сюда лучок с чесночком. Вот так вот. Присолим это все хорошенько. Далее добавим приправки. Приправим это все хорошенько. Вот так вот. Перемешаем и оставим где-то на 15 минут. Пока 15 минут сердца будут обжариваться, пропитываться луковым и чесночным ароматом, мы покромсаем все остальные овощи. Вот так вот помешали. Закрываем, оставляем. Итак, продолжаем кромсание овощей. Здесь один важный момент, что овощи нужно покрошить крупно. Не нужно мельчить. Я бы даже сказал, что очень крупно. Чем крупнее, чем вкуснее, на мой взгляд. Порковки вот так вот пополам. Потом вот прям вот такими большими довольно-таки кусками. Вот смотрите, вот такими вот кусками. Пойдет. Отлично. Морковку дорезаем. Отправляем. Дальше кабачок. Кабачок я почистил. И также вот такими вот довольно крупными кусманчиками его кромсаем. Вот посмотрите, видите, крупные куски. Как раз, чтобы вилкой можно было зацепить и отправить в рот. Окей. Отправляем. Баклажанчик. Половина баклажан. Точно так же крупными кусками. Опа. 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 Готово. Вот такие вот крупные куски. Тоже как раз, чтобы можно было на вилку хорошо наткнуть. Отправляем в кастрюлю. Картошечка. Вот так вот и хватит. Видите, какие крупные. Целые такие картошки, конечно, не нужно класть. Это перебор. А вот такие вот примерно. Как раз отлично зайдут. Отличные кусочки. Так. 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 Картошки готовы. Отправляем картошки сюда же. Далее у нас помидорки. Вырезаем вот эти вот попки. Вот таким вот образом вырезаем. И помидорки вот такими вот крупными кольцами. Не знаю, как в случае с помидорами это назвать. Ну, короче, да. Колечками нарезаем. И тоже сюда же отправляем. И вот у нас получилась такая вот кастрюля с овощами. Сейчас мы это все будем добавлять в сердечки. Ну, а зеленушку, кстати, насчет зеленушки. Зеленушку потом, когда она уже будет почти готова, когда наше блюдо будет почти готово, добавим зеленушку. Итак, что тут у нас? Снимаем крышку. Видим, что здесь довольно-таки много воды. Эта вода вышла из сердец. Как раз на этой воде мы будем тушить. Больше никакую воду мы добавлять сюда не будем. К тому же она еще в большом количестве выйдет из овощей. Овощи добавили. Как раз получилась полная сковорода. Овощи еще присолим. Вот таким вот образом. Еще чуть-чуть. Готово. Теперь все это дело мы с сердцами перемешаем. Вот так вот. И будет у нас тушиться, жариться, париться. Где-то еще минут 20 до готовности овощей. Насчет овощей, кстати, неплохо было бы сюда еще перца болгарского добавить. Но что-то я забыл его купить. Без перца обойдемся. Вы просто знаете, что неплохо было бы сюда еще болгарского перца. Закрываем. И постоянно перемешиваем. Тушим еще где-то 20 минут. Ну а пока овощи с сердцами тушатся, подготовим зеленушку. Из зеленушки у меня укроп и петрушка. Вот так вот это все нарежем. Быстро и просто. Не думайте, что это много зелени. Это как раз на такую сковородку нормально зелень. Будет очень вкусно. И очень полезно. Так, ну а что тут у нас с нашими делами сердечными? А скажу я вам, все здесь хорошо. Я попробовал. Картошка почти готова. Квачки почти готовы. Значит, настало время добавить зеленушки и секретный ингредиент. Вот мой секретный ингредиент. Томатный сок. Немножко я добавляю для цвета и для вкуса. Можно томатной пасты. Можно кетчупа. Я добавляю томатный сочок. Прям совсем чуть-чуть. Перемешиваем это все. И где-то пусть минут пять еще потушится. Водички видите, как много? Сердце дает водичку. Овощи дают водичку. Я думаю, крышкой закрывать не будем. Пусть потушится без крышки. Вода немного выкипит. А то прям как суп получилось. Ну что же, здесь у меня все, похоже, уже готово. Выключаем. Накладываем. И будем пробовать. Что я сегодня здесь такого наготовил. Выглядит вкусно. Просто вкуснятина. Пахнет тоже нормально. Ну вот, друзья, ужин наконец-то готов. Сейчас я буду дегустировать. Что же я здесь натворил. Так, попробуем сначала сердечко. Сердечко жуется. Оно проварилось, прожарилось, протушилось. Получилось очень хорошо. В сердечках самое главное, чтобы они не были резиновыми. Их нужно тушить примерно 35-40 минут в общей сложности. Меньше не надо. Больше тоже не надо. Иначе они будут резиновыми. И будут жеваться. К сердечкам. И вообще вот к этому блюду отлично подходит томатный сок. Поэтому сегодня со мной в главных ролях томатный сок. Картошечка отлично проварилась. Мягкая. Тает во рту. Пропиталась специями. Просто замечательно. Морковочка. Морковочка отличная. Кабачок. Кабачок тоже очень вкусный. Баклажанчики. Баклажанчики отлично. Ну и все вместе вот это вот. Очень между собой хорошо сочетается. Получился неповторимый, отличный ансамбль из овощей и куриных сердечек. Отличное блюдо, товарищи. Немного, конечно, пришлось повозить все. В основном в том плане, что долго это все резать. Но результат стоит того. Но все равно это очень простое блюдо. Подытожим. Итог такой. Очень вкусно. Очень просто. И довольно-таки быстро. Ну что же, будем прощаться. Ставьте ваши лайки. Если вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, если вы не подписаны. Потому что дальше будет еще интересней. Ну и пишите ваши комментарии, что вы думаете по этому поводу. Всем пока.